Казанский федеральный университет, являясь одним из старейших вузов России, на протяжении всей своей истории неразрывно связан с наукой. Продуктивная научно-исследовательская деятельность, в которую вовлечены университетская профессура, преподаватели и студенты, создает благодатную почву для новых открытий. В январе ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета нашли способ использовать продукты жизнедеятельности золотистого стафилокока для усиления действия антибиотиков. В последнее время показано, что большинство заболеваний связано не с одним возбудителем, а с несколькими. И вот в нашей лаборатории мы уже пять лет пытаемся моделировать те ситуации, когда вместе сосуществуют несколько болезнетворных бактерий и как можно подавить их жизнедеятельность. И вот в ряде случаев мы увидели, что действие антибиотиков на консорциум бактерий оказывается намного эффективнее, чем на одиночные бактерии. В мае сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот нами была собрана установка, то есть сюда помещалась грызун, и его подсвечивали тремя длинными волн – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем детектировать участки в мозге, которые являются активными. В июне ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерова Казанского университета разработали экономичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок. Он поможет в создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности. Вся прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении, и масштабируем, ну, будем говорить, до бесконечности. Здесь пределом масштабируемости является только диаметр колонки, на которой мы ее делим, и ее длина. То есть не ограничено практически ничем. В сентябре сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета первыми в мире раскрыли влияние МИЦЭЛ на гидратообразование. Исследования показали, что образование МИЦЭЛ позволяет сдерживать процесс гидратообразования. Работу ученых приоритетного направления «Эко-нефть» опубликовали в высокорейтинговом журнале «Chemical Engineering Journal». Это важно, когда мы работаем с нефтегазовыми месторождениями на крайнем севере, в Арктике. Там очень суровые условия, и при этих условиях, при добыче могут образовываться эти газовые гидраторы, блокировать скважины, блокировать рыбопроводы, что может приводить к аварийным ситуациям, к выбросу и разрушению, значит, соответственно, вот этих транспортировочных узлов. И это очень сильно влияет на экологию. И это далеко не полный список. О других разработках и научных открытиях ученых Казанского университета расскажем в одном из следующих выпусков. Ариадна Кугушева, Универньюз.